Исторический памятник отдают в аренду, чтобы сохранить. Его капитально отреставрировали к саммиту АТЭС, но денег, чтобы поддерживать батарею в хорошем состоянии, в городском бюджете нет. Батарею отреставрировали, хотели, чтобы она стала туристическим местом. И это получилось. Только у популярности нашлась обратная сторона. Люди, которые отдыхают здесь, оставляют горы мусора. Сюда часто приезжают экскурсионные группы, а некоторые владивостокцы и вовсе празднуют здесь дни рождения и свадьбы. Все, что остается после посетителей, убирают волонтеры. На батарее даже устраивали свой субботник журналисты Приморья. Городскими силами, силами краеведов и силами отдельных журналистов там периодически, открою вам секрет, а может быть не открою, проводится уборка. Но тем не менее этого недостаточно. Опять грязь на новосельцевской батарее. Теперь исторический памятник хотят отдать в аренду на 5 лет. Начальная цена всего 40 тысяч рублей в месяц. Аукцион проводится в соответствии с законодательством. Подаются заявки заранее. И затем открытый аукцион. Конкурсная комиссия выбирает того, кто предложит наибольшую цену. Арендатор должен содержать объект в чистоте и порядке. По правилам аукциона он может устроить на территории батареи музей или кафе. Кто станет новым хозяином исторического памятника, станет известно в начале октября. Всеволод Крапивин, Патон Волков, Анатолий Барышников. Панорама. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok